Артем Молчанов покинул пост руководителя Кировской антимонопольной службы. Комментировать причины ухода экс-глава Кировского УФАС пока отказался. Но есть информация о том, что он продолжит свою работу в аппарате антимонопольной службы России, то есть пошел на повышение. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Тепло в дома Кировчан начнет поступать 28 сентября. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Перескоков. Подключать дома будут постепенно. Первым повезет жителям Дороничи и Ганина. В этот же день тепло появится в некоторых домах центральной части города, а также в нескольких домах поселка Ленгасово. Авиарейсов из Кирова в Москву станет меньше. Компания «Ютеер» отказалась работать в Кировской области. Об этом сегодня заявил министр транспорта региона Альберт Запольских. По его словам, компания не выдержала конкуренции. Иногда самолетам «Ютеер» приходилось летать полупустыми. В свою очередь, директор аэропорта Победилова Андрей Жданов отметил, авиаперевозчика уговаривали остаться, предлагали скидки. Но, тем не менее, рейсы прекратятся 7 октября. Сейчас ведутся переговоры с уральскими авиалиниями и «Ред Винкс». 30 октября объект по уничтожению химоружия «Мородыковский» прекратит свою работу. Такое заявление сделал замполпреда президента в Приволжье Юрий Золотарев. Отмечу, к 1 сентября в «Мородыково» были уничтожены практически все запасы химоружия. Персоналу же предприятия сокращения не грозит еще примерно 5 лет. В это время планируется восстановить производственную зону и реорганизовать территорию предприятия. Правда, чем она будет заниматься в дальнейшем, пока неизвестно. Продолжение следует...